Здравствуйте. Меня зовут Евгений Евтушенко. Я работаю в команде Magenta Support. По большей части работаю над проблемами Magenta Cloud и также являюсь автором курса по Magenta Cloud, курса Magenta University. Я к вам сегодня не с форкшопом, а с презентацией. Моя презентация посвящена тому, какие возможности Magenta Cloud дает разработчикам. Обычно мы обсуждаем, что Magenta Cloud может предложить бизнесу, а я сегодня хочу показать, какие инструменты, методики могут быть полезны именно для разработчиков, которые работают с Magenta Cloud. Прежде всего я начну с окружений. Magenta Cloud предоставляет несколько окружений. Кроме стейджинга, который используется уже для финального тестирования кода настроек, мы также предоставляем integration окружения, которые предназначены для… которые предназначаются для того, чтобы вести разработку, но не разработку в плане написания кода и тестирования его прямо там же, а скорее уже интеграции готовых компонентов и тестирование их взаимной работы, тестирование интеграции тем окружения или настроек. И я сейчас переспрошу, извините. А у вас эхо есть? Нет? Нормально слышно? А то я слышу эхо. Ладно, не буду обращать внимание. Integration окружения представляют из себя некоторое подобие виртуальных машин, которые очень легко клонировать и удалять. Их также легко клонировать, удалять, как ветки в git. И по сути интерфейс очень похож на взаимодействие с git. И такие окружения хорошо подходят для больших команд, которые могут работать параллельно над разным функционалом, так и для небольших команд, которые разрабатывают некоторый функционал параллельно. Таким образом можно вести разработку в двух разных ветках и не мешать друг другу. После этого делать merge с вышестоящей веткой для того, чтобы протестировать, как все работает вместе. клонировать ветки в Magento Cloud очень легко. По сути это занимает 5, 10, 15 минут, сколько длится деплой. И при клонировании создается полная копия окружения, которое включает в себя и код, который был в родительской ветке, включает в себя все данные во всех сервисах, в базе данных в Redis. Все это попадает в новое окружение, и это новое окружение сразу доступно для использования. То есть не требуется никакая дополнительная настройка для того, чтобы зайти, увидеть frontend, увидеть Magento backend, для того, чтобы можно было сразу добавлять какой-то новый функционал, делать новые коммиты в новом окружении. То есть оно сразу доступно для использования. Дальше я хочу рассказать вам про то, как можно ускорить деплой в Magento Cloud. Деплой занимает некоторое время, и при активной разработке это может быть проблемой, и часто хочется ускорить время деплоя. Здесь на графике на временной шкале видно... Извините. Здесь верхняя шкала показывает, сколько будет занимать разные стадии деплоя в конфигурацию по умолчанию, если ничего не изменять. То есть если запустить проект в клауде по умолчанию, вы будете видеть картину как на верхней временной шкале. на стейджинге, на продакшене... Вернее, не так... Мы часто рекомендуем делать некоторые манипуляции для того, чтобы выносить static content deploy стадию, переносить ее на стадию build. И эта конфигурация хорошо себя зарекомендовала на стейджинг, на продакшен окружениях. Но на development окружениях часто хочется еще больше ускорить деплои проекта, и поэтому мы можем относительно вот такого длительного процесса ускорить его приблизительно вот так. Это, конечно, относительные такие цифры. Цифры зависят все от количества, от количества, грубо говоря, кода, от количества тем, которые вы устанавливаете в вашу инсталляцию Magento. Но приблизительное соотношение получается следующим. И сейчас я расскажу, что конкретно можно сделать для того, чтобы ускорить деплой процесс. Это все будут рекомендации, которые скорее подойдут для development окружения. Не всегда такие настройки будут оптимальными на продакшен окружение. Значит, первое, что можно сделать, это исключить деплой статики из процесса развертывания Magento в клауде вообще. Такой подход может быть применен в том случае, если вы не разрабатываете темы вообще, если вы ведете разработку расширений Magento, если вы добавляете какие-то расширения, тестируете работу Magento с вашими сторонними интеграциями. И в таком случае темы не меняются. Можно сгенерировать статику один раз и пропускать эту стадию при последующих деплоях. Также можно применять такой подход, если вы используете headless имплементацию Magento, если Magento используется просто как backend, который работает с какой-нибудь сторонней системой, с каким-нибудь сторонним фронтендом через API. И такой подход значительно ускоряет время деплоя, потому что static content deploy – это та часть деплоймент процесса, которая отнимает больше всего времени. Дальше, что можно еще сделать, это генерировать статику на лету при первом запросе к странице. И по сути этот метод работает так же, как developer mode в Magento, то есть генерация статики будет происходить как в developer mode, то есть на лету при первом обращении к странице. И в таком случае деплой процесс также будет занимать меньшее количество времени за счет того, что мы полностью исключаем генерацию статики из деплоя. Но генерация страниц будет занимать немножко дольше времени. Иногда это миллисекунды, полсекунды, секунда. То есть время небольшое, но на продакшене возможно это не оптимальный выбор. Зато такой выбор хорошо подойдет для разработчиков, которые как раз разрабатывают темы окружения, добавляют, например, меняют локали. И в таком случае во время деплоя не придется генерировать статику для всего набора локали. Можно будет сгенерировать на лету уже то, что требуется. Следующий подход это использование static content deploy matrix. В таком случае мы просто перечисляем для каких тем, какой набор локалей нужно генерировать. И здесь в примере вы можете видеть, что для Magento backend генерируется только английская тема, если предполагается, что не будет использоваться другой язык в админке. И таким образом мы тоже можем сэкономить время во время деплоймента, потому что иначе Magento будет генерировать набор локалей для всех тем. Не знаю, как это правильно сказать. То есть возьмет все доступные локали, умножит на количество тем и таким образом количество вот этих наборов увеличится. Следующее, о чем я хочу рассказать, это интеграция с сторонними git-репозиториями. GitHub, Bitbucket, также поддерживается GitLab. Такая интеграция позволяет использовать привычные инструменты. И при использовании этих интеграций вам становятся доступны все возможности этих репозиториев, такие как issues, pull requests, code review. И при включении такой интеграции в Magento Cloud вы можете настроить эту интеграцию таким образом для того, чтобы Magento создавала новое окружение при, например, при создании нового pull request. То есть если вы создаете pull request, сразу будет создан контейнер, в котором будет развернуто Magento, вы сможете все протестировать, после этого принять pull request. Теперь я расскажу о performance tools, которые поставляются вместе с Magento Cloud. Это Blackfire и New Relic. Blackfire – это профилировщик от разработчиков Symfony Framework. И этот профилировщик позволяет профилировать страницы на вашем сайте. Он устанавливается в Magento Cloud через конфигурационные файлы. Его установка очень упрощена. Достаточно просто внести его в список PHP-экстеншенов. И после этого можно будет профилировать сайт. При профилировании вы сможете увидеть, извините, панель, на которой будет отображаться среднее время загрузки страницы. Среднее время, потому что Blackfire прогоняет загрузку страницы несколько раз. По умолчанию это 10. Можно это время увеличивать, уменьшать. И потом отображает среднее значение по времени выполнения. Отображает, сколько процессорного времени было затрачено на рендеринг страницы или сколько оперативной памяти использовалось. Blackfire – это вообще облачный сервис, который собирает метрики сайта и отправляет их в свой сервис, где вы можете через веб-интерфейс увидеть, во-первых, граф вызова функций методов с количеством раз, сколько каждый метод вызывался. Также есть таблица со списком всех вызываемых методов и время затраченное на их выполнение. И также тут есть дополнительные страницы, которые позволяют вам увидеть количество и время выполнения SQL-запросов при рендеринге страницы или количество обращений к сторонним ресурсам через HTTP. Blackfire позволяет запускать профилировку вручную с помощью экстеншена для браузера или через CLI-утилиту. Но основная фишка этого сервиса в том, что можно запускать тесты автоматически после каждого деплоя. И таким образом вы сможете видеть и сравнивать результаты после каждого деплоя и сможете понимать, стал ли сайт работать быстрее, медленнее. И этот функционал может быть очень полезен в pipeline continuous delivery, который используется в Magenta Cloud. Следующий performance tool, который мы поставляем вместе с Magenta Cloud, это мониторинг приложения в режиме реального времени New Relic. New Relic, в отличие от Blackfire, собирает статистику постоянно. И эта статистика помогает выявить узкие места в производительности веб-приложения и показывает субъективную оценку восприятия сайта пользователями. То есть он в зависимости от времени ответа веб-сервера выставляет какую-то оценку производительности сайта и поэтому можно видеть, например, во время наплыва пользователей то, что субъективное восприятие уже будет скорее отрицательным из-за того, что сайт работает медленно. И также New Relic позволяет, он отображает самые медленные запросы к сайту, то есть те, которые обрабатывались дольше всего, позволяет посмотреть, какие именно части, какие именно методы выполнялись дольше всего. Также он показывает, как и Blackfire, SQL-запросы с временем их выполнения. И New Relic может быть очень полезным для мониторинга работы продакшен окружения, потому что он собирает статистику в режиме реального времени и такая статистика уже не будет доступна на стейджинге, где нет большого количества пользователей. Но в продакшене это очень хороший инструмент для выявления проблем. Он также умеет слать алерты, если скорость работы сайта падает. Также в Magenta Cloud есть возможность использовать Xdebug. И если на development окружениях, на integration окружениях это тривиальный инструмент, то также мы позволяем его использовать и на staging и production окружениях. Несмотря на то, что Xdebug сильно замедляет работу сайта, мы предоставляем такую возможность на продакшене без замедления работы сайта за счет того, что мы запускаем два PHP fpm pool и все посетители сайта будут работать с одним fpm pool, в то время как вы можете попасть на второй fpm pool, в котором включено расширение Xdebug при использовании get-параметров или cookies с парольной фразой, которая защитит вас от того, чтобы… вернее, как бы не позволит вам замедлить работу всего приложения. Только разработчики смогут достучаться до этого PHP fpm pool с использованием этих параметров. get-параметров или cookies. Также вместе с Magento Cloud мы поставляем очень удобный CLI tool, который позволяет, во-первых, выполнять все действия, доступные в веб-интерфейсе, то есть таким образом вы можете использовать его в скриптах, но также имеет ряд функций, недоступных в веб-интерфейсе. Вот демонстрация того, как… вернее, демонстрация тех действий, которые обычно мы делаем через веб-интерфейс. Здесь мы можем увидеть список окружений в Magento Cloud. То есть каждой гид-ветке соответствует какое-то окружение запущенным веб-сервером. Но также доступны инструменты, которые недоступны в веб-интерфейсе. Например, можно вот такой вот короткой командой Magento Cloud SSH подключаться к вашим окружениям по протоколу SSH. И также просто можно подключиться к базе данных, то есть без указания каких-то дополнительных параметров, без указания логина, пароля. Причем вы таким образом подключаетесь к текущей гид-ветке, которая соответствует определенное окружение в Magento Cloud. То есть если мы находимся в ветке… вернее, текущая ветка в гид staging, то такой командой мы сразу можем подключиться к базе данных на staging. И еще есть возможность открывать SSH-туннели и получать доступ к удаленным сервисам локально. Такой, например, может использоваться для того, чтобы подключаться к MySQL-сервису с помощью графических… с помощью инструментов с графическим интерфейсом, которые должны… вернее, к которым вы не подключитесь удаленно, потому что MySQL недоступен удаленно, но становится доступен через SSH-туннели. И при открытии такого туннеля командой Tunnel Open вы получаете доступ ко всем сервисам удаленным и к Redis, к Elasticsearch, то есть все сервисы, которые у вас доступны в определенном окружении, будут доступны локально. И к ним можно будет подключаться как к локальным сервисам. И также я хочу рассказать про управление конфигурацией в Magento Cloud в тех случаях, когда у вас используется множество окружений, как, например, в Magento Cloud помимо production staging окружений также может быть доступно… также может использоваться несколько integration окружений. И если вы изменяете какие-нибудь настройки, вероятнее всего, вы не захотите делать то же самое повторно на всех остальных окружениях, а в каких-то случаях, например, при настройке production окружения это может требовать, например, включения maintenance mode и может быть неудобно. В Magento Cloud мы предлагаем использовать следующий подход. Вы можете определять конфигурацию Magento… Вы можете задавать конфигурацию через конфигурационные файлы или через переменное окружение. В Magento конфигурация… При запуске Magento… Magento начинает собирать конфигурацию со всех источников и делает некоторый merge со всех доступных источников. И источники конфигурации – это значения по умолчанию, которые задаются в XML файлах. Также мы можем задавать некоторые настройки в базе данных или через админку Magento. То есть все, что мы настраиваем через админку Magento попадает в базу данных и тем самым перекрывает настройки по умолчанию. Но также Magento может брать настройки из конфигурационных файлов, из файлов config.php и inv.php. И если установлены какие-то настройки в переменных окружения, Magento также будет использовать их. И приоритет, соответственно, будет наивысшей у конфигурации, заданной через переменные окружения. Если такая конфигурация не задана, будет использоваться конфигурационные файлы. Ну и дальше, следовательно, уже база данных или значения по умолчанию. Таким образом, при настройке Magento, самого приложения, мы можем что-нибудь задать непосредственно через конфигурационные файлы или выгрузить настройки из базы данных в конфигурационные файлы и положить это в гид. Файл config.php. Таким образом, мы можем управлять конфигурацией так же, как кодом. Мы можем делать merge с вышестоящими ветками и деплоить что-нибудь на staging, на production вместе с настройками. То есть мы можем поставлять и код, и настройки сразу через гид. Работать это будет все быстро, так как Magento кэширует конфигурацию, один раз делает merge и потом сохраняет это все в кэше в Magento Cloud. Это будет храниться в Redis. Так что это никоим образом не замедлит работу. И кроме этого, если у нас есть какие-то настройки, которые отличаются на определенном окружении, отличаются от всех других окружений, мы можем задавать их через переменные окружения и устанавливать их через переменные в Magento Cloud веб-интерфейсе или через CLI. То есть у нас могут быть какие-то настройки, которые мы распространяем через гид на все окружения, но можем их перекрыть переменными окружения, если нам требуется что-нибудь особенное, например, на окружении production. Сейчас я покажу, как это все выглядит. Здесь представлена таблица core config data с примером некоторых настроек. И здесь выделена белым конфигурация, здесь выделена белым локали, который будет использоваться по умолчанию. И вот таким образом это будет выглядеть в файле config.php. Обычно мы в этот файл настройки не вносим вручную, а Magento позволяет делать dump настроек из базы данных в файл. И таким образом, вернее, в таком виде вы сможете видеть эти настройки в файле. На предыдущем слайде был указан configuration path general locale code. То есть вы видите этот configuration path и значение. И если вы будете выносить эти настройки в переменное окружение, то имя это переменное окружение должно строиться в определенном формате. Сначала будет идти фиксированный prefix config. Потом два подчеркивания. Указывается scope. Scope может быть дефолт, а может быть веб-сайт или store с указанием имени этого веб-сайта или store. И дальше, как в предыдущем примере, мы указываем configuration path только вместо слэшей. Как в базе данных мы указываем, вернее, мы применяем два подчеркивания. И таким образом конфигурация Magento в клауде упрощается за счет того, что мы можем выносить настройки в конфигурационные файлы в git и распространять их так же, как мы распространяем код по разным окружениям через слияние. И также можем перенастраивать какие-то определенные ветки, переопределять конфигурацию через конфигурационные файлы. На этом все. Я с радостью отвечу на ваши вопросы. Если они у вас есть. Добрый день. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Можно ли как-то распараллелить вот этот деплой, например, с деплой static в одном процессе и все остальные, там, DI compile и все прочие экшены выполнять параллельно? Параллельно это сделать не получится по той причине, что часть процессов мы выносим, мы разбиваем деплой процесс на две части и это сделано для того, чтобы можно было выполнить как можно больше работы в то время, пока сайт не перешел в maintenance mode. Поэтому мы разделили деплой процесс на две части. Одна из них называется build и она выполняется на промежуточном сервере. В этот момент нет доступа к базе данных и на этой стадии запускается composer install, запускается DI compile. Также при определенной конфигурации будет запускаться static content deploy и все эти стадии могут выполняться быстро, могут медленно, но тем не менее сайт все это время доступен, то есть он не переходит в maintenance mode. И по завершении этой стадии приложение упаковывается и передается на веб-сервер, и тогда уже запускается maintenance mode для того, чтобы выполнить оставшиеся шаги, например, запустить setup upgrade. И таким образом мы не сможем распараллелить эти процессы из-за того, что они часто разнесены по разным стадиям. То есть мы не можем параллельно запускать static content deploy и setup upgrade, потому что они просто могут выполняться на отдельных стадиях. И также остальные стадии могут между собой быть так связаны, что распаралливание не будет возможным. Мы не можем запускать DI compile, пока мы не запустили composer install, то есть все-таки здесь придется соблюдать последовательность. Еще вопросы? Хорошо. Еще один вопрос. Команда help вот у этой клиентской штуки есть, да? То есть эти все команды можно там увидеть? У Magento Cloud CLI есть лист, отображающий список всех доступных команд, и по каждой команде доступен help, который показывает, во-первых, description, что команда делает, во-вторых, весь набор доступных параметров. Спасибо. Спасибо за доклад. Вопрос. С помощью тонулирования могу я подключить к локали business intelligence? Ну и которые развернут… Вы имеете в виду базу BI? Ну да. Я у себя могу юзать, да, получается? Да. Таким образом вы можете подключаться и к базам данных, включая BI. И, в принципе, можно даже использовать таким хитрым способом Magento Cloud, чтобы подключиться к Elasticsearch и не устанавливать его локально для тестирования некоторого функционала. это, конечно, может сэкономить кучу времени. Спасибо. 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 Спасибо.